Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Я Надежда Анатольевна, а это мой самый хороший дружочек Кузя. И мы очень-очень рады вас сегодня видеть. Мы сегодня для вас приготовили всё самое лучшее. Вы уже собрались, да? Вы уже ждёте? Вы уже приготовились? Ну хорошо, Кузь, посмотри. Ох, да! Все самые мои хорошие друзья собрались. Приветики, приветики! Я вас так рад видеть, мои хорошие друзья. И что мы будем сегодня делать? Всё то же, что и всегда. Сначала поздороваемся смешно, потом поиграем ручками, а потом я вам прочитаю моё самое-самое-самое любимое стихотворение. Да, а потом после него мы будем мастерить. И мастерить мы будем из бумаги. То есть, смотрите, нам понадобится белая плотная бумага, но, возможно, у вас есть не только белая бумага. Если у вас есть бумага телесного цвета, похожая на цвет кожи, она вам тоже очень подойдёт. Но белая тоже сгодится. Также вам понадобится бумага блестящая. Вот эта, конечно, идеальная, потому что она с одной стороны бумага, а с другой блестит, как золото. Ну, где вы такую можете найти? Вдруг не найдёте. Но если у вас есть фольга какая-то красивая золотая, то это очень здорово. И даже если у вас есть фольга серебряная, может быть, она вам подойдёт. Но если вам сложно найти блестящую бумагу, то бумага жёлто-оранжевая замечательно тоже подойдёт. Ну и кусочки разного другого цвета, маленькие кусочки, да, тоже будет хорошо. Но ещё приготовьте, пожалуйста, клей, приготовьте, пожалуйста, карандашик, рисовать немножко. Ну, я немножко возьму мелков, но можно обойтись цветной бумагой. И, пожалуй, вот, важно, нитки. Нитки. Одного какого-то цвета вполне будет достаточно. Ну, вот, я разные цвета приготовила, но буду пользоваться, скорее всего, одним цветом. В общем, и всё. Бумага, цветная бумага, клей, карандаш, ножнички. Ну, как, нитки и без ножничек. Ножнички, клей. Ну, как-то так, да? И у нас с вами всё получится. Так, смешно здороваемся? Готовы? Выучили наизусть? Тогда повторяйте вместе с нами, с Кузи, хорошо? Здравствуйте, ладошки. Хлоп-хлоп-хлоп. Здравствуйте, ножки. Топ-топ-топ. Здравствуйте, щёчки. Плюм-плюм-плюм. Толстенькие щёчки. Здравствуйте, губки. Чмок-чмок-чмок. Здравствуйте, зубки. Цок-цок-цок. Здравствуй, мой носик. Бип-бип-бип. Здравствуйте, ребятки. Привет, привет, привет. Поздоровались? Это хорошо. Давайте мы тогда сейчас с вами поедем на автобусе. Едет, едет наш автобус, крутит, крутит колесом. Дворники на окошках. Жик, 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 жик. Едет, едет наш автобус. Дворники. Жик, 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 жик. Едет, едет наш автобус. Двери открываются, двери закрываются. Едет, едет наш автобус. Двери открываются, двери закрываются. Едет, едет наш автобус. Бип, 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 бип. едет, едет наш автобус. Бип, 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 бип. Едет, едет наш автобус. Скорость прибавляем и на торможмем. Приехали, приехали. Кого увидели? Улиточку? Хорошо. В кругленьком доме, в круглом окошко грела улитка на солнышке рожки. Грела улитка на солнышке рожки и разморила улитку немножко. Вот потянулась ленива улитка, вот затворила улитка калитку, спрятала ключ и отправилась спать в самую круглую в мире кровать. Замечательно, замечательно мы с вами поиграли. И сегодня я хочу вас познакомить с одним мальчиком. Его зовут Джеймс, а фамилия у него Моррисон. Джеймс это полное имя, а сокращенно его можно звать Джим. С мальчиком Джимом хотите познакомиться, да? Его так необычно же зовут, потому что он живет в другой стране, в Англии. В Англии, наверное, очень интересно жить, потому что в Англии живут короли и королевы. Представляете, живут себе, как будто Англия находится в сказке. А на самом деле короли и королевы не обязательно в сказках живут. Они до сих пор в разных странах живут, их можно даже иногда увидеть. Они, конечно, не ходят в магазин, так же, как и мы с вами. И на детской площадке, наверное, маленькие принцы не играют у нас во дворе и принцессы. Но, в общем, они живут себе и можно их повстречать. Да, и мы сегодня узнаем, повстречал ли короля с королевы Джеймс Моррисон или не повстречал. Кузя, ты давай в сторонку отойди, хорошо? Будешь со стороны смотреть на Джеймса. Да, я, конечно, буду. Кузя, конечно, будет, ведь он мой самый главный слушатель. Да, Кузя всегда умеет хорошо слушать, а у него всегда ушки на макушке. Он старается ни одного слова не пропустить и никуда не убегает. Ни за водичкой, ни чтобы кошку погладить. Он всегда рядом со мной и слушает. Я думаю, что вы тоже, да, ведь рядом со мной слушаете. Никуда не убегаете. Хорошо, я вам верю, верю, верю. Хорошо, говорим волшебные слова, и я вас знакомлю с Джеймсом Моррисоном. Так, стоит в поле теремок, из трубы идёт дымок, на дверях висит замок. Ты замочек отвори, сказку в гости позови. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс, Джеймс говорил, дорогая, помни, что ездить одна в город до самого дальнего края ты без меня не должна. Но очень упряма была его мама. Так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. Поеду, поеду, подумала мама, и буду к обеду назад. Ой, искали, искали пропавшую маму, искали три ночи, три дня. Был очень английский король озабочен и свита его, и родня. Английский король, говорил королеве. Но кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямые ездят, одни, без ребят? Я знаю, сказал он, ту площадь в столице, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама. С дороги пришла от неё телеграмма. Целую, здорово, и, честное слово, не буду ездить одна. Ну, правда же, прелесть? Правда же, прелесть это стихотворение? Правда, Джеймс? Я очень люблю своего Джеймса, да. Вот он какой славный. Но в книжке, в которой я нашла стихотворение это, его придумал, знаете, кто? Алан Милн. Это тот прекрасный дяденька, который придумал Винни-Пуха, да? Ага, и Кристофера Робина. Но Кристофера Робина он не придумал. Кристофер Робин был сын Аланы Милна. А уж все вот эти Винни-Пухи, ослики, тигры, ну и ай-ай-ай, пятачки, да, это всё. Тоже же не придумал Аланы Милн. Это у сына Кристофера Робина были все эти игрушки. А папа сочинял историю про сына и про его игрушки. Но я отвлеклась. Так вот, в книжке я нашла в книжке Аланы Милна это самое стихотворение. Давайте-ка посмотрим. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим, смотрел за упрямой, рассеянной мамой. Лучше, чем мама за ним. Вот посмотрите, это же специальная верёвочка, чтобы мама не потерялась. Точно? Джеймс, Джеймс говорил. Дорогая, помни, что ездить одна в город до самого дальнего края ты без меня не должна. Смотрите, как Джеймс торопится. А то мама сейчас зайдёт за угол и уедет куда-то. Маму не нужно выпускать из виду, правда? Вы когда гуляете на улице, вы же всегда поглядываете. Мама-то рядом? Вы смеётесь, да? Смеётесь? Вы считаете, что мама без вас никуда не уйдёт? Да, конечно, конечно, куда она уйдёт без вас, правда? Поэтому и чудесное такое стихотворение, потому что это большая-большая шутка, да? Но очень упряма была его мама, так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый лучший наряд. Поеду, поеду, подумала мама, и буду к обеду назад. Искали, искали пропавшую маму, искали три ночи, три дня. Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня. Английский король говорил королеве. Послушай, но кто виноват, что многие мамы ужасно упрямые, ездят одни, без ребят? Я знаю, сказал он, ту площадь, столица, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, пропав отдалённый конец. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький джип, Смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама, с дороги пришла от неё телеграмма. Целую. Да? Здорово! И, честное слово, не буду я ездить одна. Ну, правда, правда же прелесть. Это же просто какая-то невероятная прелесть. Это самое стихотворение. И я, знаете, что подумала? Раз в этом стихотворении про Джеймса Моррисона, а попросту маленького Джима, есть короли-королевы, то нам, пожалуй, их не мешает сделать. Ну, не целиком, нет, не в полный рост. Мы сегодня с вами сделаем картинную галерею. Там будут портреты. Да, портрет – это когда не человек целиком изображён, а только его голова, ну, немножко плечики, наверное, так. И поэтому выберите, на какой бумаге вы хотите делать портрет. Просто на белой бумаге. Или, может быть, у вас есть бумага цвета кожи, и тогда портрет будет на такой бумаге. Я, пожалуй. А, угу. И ещё посмотрите, какие будут нитки. Дело в том, что нитки – это волосы, как вы догадаетесь, да? Мы будем делать волосы из ниток. И если у вас белые нитки, то нужно, конечно, делать вот на такой бумаге, потому что белые нитки на белой бумаге не ярко будет выглядеть. Да, и ваш король, и тем более королева, ужасно обидятся. Но я всё-таки, я всё-таки решу сделать на белой бумаге. И смотрите, как же я поступлю. Я сейчас опущу вниз камеру. Ладненько? Ладненько, чтобы вы всё прекрасно видели. На меня вам уже не нужно смотреть. Я больше ни корону не буду надевать. Хотя мне, если честно, очень понравилось. У тебя есть дома корона? Ты иногда наряжаешься королём или королевой? Да, они тем более мамину нарядную. Такую шляпку я уже не буду надевать. Поэтому опускаю камеру. У вас видно мой белый лист? Или он сливается с белым столом? Ну, ладно. И я рисую голову. Смотрите. Голову короля. Мы начнём с короля, хорошо? Голову короля нужно нарисовать так, чтобы внизу получилась шея. А здесь осталось место для волос. Это важно. Но и самое главное для короны. Потому что без короны наш король – это не король, а просто дяденька. И после того, как у нас готово, я возьму вот такие ниточки. Хорошо? Я возьму клей-карандаш и вот тут вокруг его головы буквально намажу. Намажу, намажу, клеем. Так. И теперь я намотаю, намотаю. Вот видно вам, как я наматываю на ручку ниточки? Так. Намотаю, намотаю. Ещё. Так-так-так-так-так. А теперь я эти ниточки вот сюда и буду приклеивать. Да, вот. Смотрите. Вот-вот какая прическа будет у нашего короля. Так. Как вам такие волосы? Мне кажется, просто замечательные волосы. Так-так-так-так-так. И вот так. У меня клубочек такой не очень легко разматывающийся, такой хитрый у меня клубочек. Своевольный, я бы сказала. Хочет – разматывается, а хочет – запутывается. Ну, вы же знаете, что нитки – это вообще такие товарищи, которые иногда что хотят, то и делают, особенно если их не держать в порядке. Например, в клубке – это в порядке, значит. В мотке. Слушайте, ну, я считаю, вполне себе. Вполне себе хороший король получился. Так. Ножнистичками отрезаем. Вот эту ниточку с лица убираем, иначе королю ее придется всегда этот локон так сдувать. Умеете сдувать волосы? Ой, подпрыгивает у меня, нет? Подпрыгивает. Так вот, королю, наверное, некрасиво так делать. Поэтому, угу, вот, вот наша прическа. Так, дальше. Что мы сделаем дальше? Я нарисую носик. Похоже? Мне кажется, да. Так, я нарисую брови. Похоже? Угу. Я нарисую улыбочку. Ну, такую скромную. Потому что король... Вот. И тут я, пожалуй, возьму мелки. Но вы, на самом деле, можете, конечно, и цветной бумажкой, и все. Так. Так, изображать. И я подумаю, что мой король... Ммм, а может, это не брови? Может, это и есть глаза? Мой король будет зеленоглазый. О! Серьезный, да? Очень серьезный. Ну, вообще, королям это во благо. Вот. Такой. Да. Но теперь, теперь, теперь самое главное – это придумать ему корону. Ведь короны бывают разные. Давайте, вот какие я придумала. Вот такую корону. Да. Но я делаю из желтой бумаги. А если у вас есть вот такая золотая или серебряная, то вы будете делать, конечно, вот из такой красивой бумаги. Но мы сейчас будем все равно украшать. Смотрите, такая корона. Но мне кажется, такая корона скорее принцу подойдет или принцессе. Такая корона. Но мне тоже кажется, что это для принцессы корона. А солидную корону я сейчас нарисую при вас, прямо при вас. Вот, смотрите, вот такая. Да! Да! Мне кажется, очень-очень. Смотрите, она будет вот немножко изогнутая. Да, да. А дальше... Оп! Мне нравится, когда она с такими шишечками. Как вы находите? Мне кажется, шишечки украшают корону. Знаете ещё почему? О! Последняя шишечка у меня не очень уместилась. Как вам такой вариант? При этом вы не думаете, что обязательно так сложно рисовать корону. Если кажется, что вот с такими шишечками это вам сложно, тогда можно нарисовать простую корону. Ну, например... Так, вот тут она у меня, да, поместится? Так, просто с зубчиками. Почему бы и нет? Мне кажется, просто зубчики это тоже отличная корона. Берём с вами ножницы. Вырезаем. С шариками на концах, конечно, сложнее вырезать, чем без шариков. Так. Пока мы вырезаем. Волосы-то у нас хорошо сохнут. Смотрите, уже не слетает. Кудрявый такой король. Так, так. Продолжаю, продолжаю. Вырезать. Даже последний шарик, кажется, у меня вполне поместился. Так, примерка короны. О, вау! Мне кажется, что замечательная, прям настоящая корона. Смотрите, на этой стороне я рисовала карандашиком, поэтому я лучше на другую сторону. Вот так. Но я не тороплюсь её приклеивать. Я понимаю, что корона хороша для нашего короля, если она украшена драгоценными камнями. И тут можно пойти по простому способу, когда вы берёте разные мелки и рисуете, да? Но если вы делали корону из блестящей бумаги, то тут мелком не порисуешь. Поэтому я возьму кусочки зелёного, это будут изумруды, синие камни лазуриты, ещё где-то у меня была розовая бумага, это будут рубины. Да, и я буду вырезать камушки. Причём, знаете, вот не нужно как-то особенно их вырезать. Вот я могу отрезать полосочку. Извините, Ваше Величество, на лицо упало. И просто, знаете, такие стричь ромбики. Хоп! Хоп! Хм. 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 Ага, чтобы стричь ромбики, смотрите, я стригу. Это у меня какой-то длинный ромбик получается, да? Так. Их не обязательно приклеивать в шарики. Я ещё отрезала полосочку, да? И ещё настригла ромбиков. Так, смотрите-ка. Пусть вот тут будет. Вот тут. И ещё. Так, Ваше Величество, не обижайтесь. Вот. Вы посмотрите, где у нас там красная бумага. Ага. И красные драгоценные камни. Ох, 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 Ваше Величество! Угу. Всем бы такие короны, да? Столько разных камней драгоценных. Ох, как! Я немножко меняю цвет. Да. Вот. Мне кажется, что теперь корона... Это с носа надо убрать. Фу, вот. Вот теперь корона замечательная. И мы берём с вами, открываем клей-карандаш. И мажем. Я прям маленькие детальки кладу на клей. И хоп, приклеиваю. Угу. Мажу пальчиком. Это вам, Ваше Величество, рубины на корону. Голубые вам, Ваше Величество, лазуриты. А зелёные, Ваше Величество, изумруды. Вот так. Чтоб не говорили, что у вас корона некрасивая. Или без волшебных самоцветных камней. Вот как! Мне кажется, что это просто невероятная красота. Так. Посмотрим. Всё ли у меня приклеилось? Ничего ли не слетает? Так. Ой, ой. А теперь скажите, ребятки, стоит ли приклеивать корону к королю? Или он по понедельникам будет носить вот эту корону? А по вторникам будет носить? Вот эту корону. Или ему как-то не очень симпатично. Это для принца оставим корона. Как вы считаете? Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста. Считаете, что нужна? Ну, хорошо. Давайте я тогда её переверну некрасивой стороной. Помажу клеем. Лучше на какой-то другой бумаге, чтобы не испортить короля. Вот я нашла какой-то кусочек просто. Мажу. Вот. Приклеиваю. Тут она немножко удивлённо подпрыгнула корона. Да, это уже с другого стихотворения, да? Ну, по-моему, такой серьёзный король. У вас получился серьёзный король, да? Да? Я рада. А королева-то хотите делать? Или вы хотите делать... Ну, что, если волосы вниз прям опустить? Ну, кстати, у короля вполне могут быть и длинные-длинные волосы. И тогда их можно прям ниже мазать клеем. И принцессу, если вы решите мазать клеем, ну, клеить портрет принцессы, то вы тоже прям до конца намажьте клеем. И пусть до конца будут волосы, волосы или косы. Вы понимаете, что косы принцессы могут даже вот так вниз висать с портрета. Такое смешное тогда получится. У принцессы портрет с косами, которые на бумаге не уместились. Ой, как мне нравится. Серьёзный. Да. Был очень английский король озабочен. И свита его, и родня. Английский король говорил королеве. Послушай, но кто виноват, что многие мамы ужасно упрямые ездят одни, без ребят? Я знаю, сказал он, ту площадь в столице, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдалённый конец. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон. А попросту маленький Джим смотрел за упрямой, рассеянной мамой. Лучше, чем мама за ним. Вы тоже за своими мамами смотрите. А то они, знаете, чуть что, что-то забывают. То книжку нам, значит, почитать забывают. То поиграть с нами забывают. Да, такие мамы забывчивые. Вот почему-то про то, что нужно суп есть на обед, они никогда не забывают. Или когда мы выйдем на улицу, они никогда не забывают, чтобы идти домой. Вот. А мультик включить могут и забыть. Вот такие у нас иногда бывают рассеянные мамы. Ну что, Кузь, иди сюда. Ой-ой-ой, а мне нельзя корону померить? Кузя запросил померить корону. Я даже не знаю, Кузь. Ну, можешь, конечно, вот эту примерить. Похож Кузя на принца? Я знаю, на кого он стал похож. Совсем не на принца. Он стал похож на Ивана Царевича. Кузь, ты Иван Царевич? Ну, Кузьма Царевич. Кузьма Царевич. Да, почему бы и нет? Так, а другая корона? Не, Кузь, это как-то корона. По-моему, не для тебя, да? Ну, ладно. Мне всё равно нравится. Дай мне её. Ну, на, Кузь, держи корону. Но ты посмотри, у наших ребят же ещё лучше получается. Да, точно. Дай-ка я посмотрю, что там у наших ребят получается. Да, действительно. У ребят-то получается. Ого-го, как здорово. Точно. Ну, Кузенька, я у тебя вот эти короны не забираю. Если ты хочешь играть в Ивана Царевича, то бери, наклеивай на них драгоценные камни и играй на здоровье. Это я всегда рад. Поиграть-то я никогда не отказываюсь. Вот. А король мне ваш очень даже понравился. Да, ваше величество, я, конечно, в Англии не живу, но всё равно скажу, ваше величество, ваше величество. Вот, вот, ваше величество. Кузя просто не знает, что ещё сказать королю. Ну, я тоже не знаю. Я вроде бы в гости он меня не приглашал. Хотя я, наверное, была бы рада сходить в гости к королю. Ну, мы с вами ещё про королей и про королев ещё почитаем стихи. Я знаю даже какие. Ну, немножко подождём. Да, завтра у нас будут какие-то другие стихи. Ну, мы с Кузей поищем книжечку поинтересней. А сейчас будем с вами прощаться. Мои хорошие, спасибо. Спасибо, что были сегодня с нами. Нам с Кузей не дали скучать. Знаете, как мы без вас скучаем. Да, хоть и придумаем что-то интересное. Но с вами веселей. Конечно, во много раз веселей. Мы хоть на ваши короны можем посмотреть. Да, всё, прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Завтра увидимся. Пока-пока.